Привет, я Виктор Стельмах, и это мой видеоблог Стельмахпроавто. Я рассказываю здесь о том, что вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я тестирую новый Ford Ranger, пикап Ford Ranger. Кто сказал, что пикапы вышли из моды? В прошлом году только одного Ford Ranger в Европе было продано 27 тысяч штук. Это почти половина продаж всех автомобилей в нашей стране в прошлом году. Продолжение следует... Чего мы обычно ждем от пикапа и чего мы боимся, покупая пикап? Конечно, мы ждем от пикапа прежде всего практичности и хорошей грузоподъемности. Мы боимся, что на пикапе сложно ездить в городе, сложно парковаться и что у пикапа прожорливый мотор. Кроме того, есть опасения, что пикап не очень динамично ездит. Все это я и проверю на тесте нового Ford Ranger. Среди конкурентов Ford Ranger, естественно, Volkswagen Amarok, который стоит дороже. Естественно, Mitsubishi L200, которая стоит немножко, совсем немножко дешевле. Но это старое поколение Mitsubishi L200. Еще среди конкурентов Ford Ranger Toyota Hilux. Toyota Hilux примерно в одной цене с Ranger. Продолжение следует... На тесте у меня будет два варианта Ford Ranger. Вот такой вот в полном фарше в комплектации Wild Trek. Обычно такие машины имеют полный привод и комплектуются 3,2 литровым мотором мощностью 200 лошадиных сил. Второй Ford Ranger, который будет у меня на тесте, это обычный Ford Ranger в комплектации Limited. Обычно они комплектуются 2,2 литровыми моторами мощностью либо 130, либо 160 лошадиных сил. Вот это вот комплектация Wild Trek. Обратите внимание, у Wild Trek кабина под названием Double Cab. Тут два полноценных ряда сидений спереди и сзади и 4 двери. В более простой комплектации Limited дверей можно сказать 2,5. Вот так вот открывается основная дверь, а вот так вот открывается дверь дополнительно. Вот, против хода движения. И здесь места совсем немного, сидения маленькие и неудобные. Скорее всего это просто для перевозки багажа. Даже уже практически базовой версии багажник у Ford Ranger имеет пластиковое покрытие, имеет пластиковые вставки, поэтому он не будет ржаветь. Ну а здесь очень удобный откидной борт, на котором вполне можно сидеть. Вот так вот выглядит приборная панель нового Ford Ranger. Это пищит передний парктроник. В данной комплектации камеры заднего вида нету. Но в Ford Ranger достаточно удобно ориентироваться по зеркалам. И то, что у него большая длина и кузов не создает проблем при парковке даже задом. Вот здесь у него есть хорошая крутилочка. В обычной жизни он переднеприводный. Можно сделать его полноприводным. А также можно сделать полный привод с понижающей передачей. Кроме того, в версии Виллтрек можно сделать, что Ford Ranger будет еще блокировать заднюю ось. Ford Ranger рабочая лошадка, поэтому пластик у него на дверях жесткий. Здесь пластик тоже жесткий, но немножко мягче на ощупь выглядит. Очень хорошо, что у него здесь есть управление на руле. Это удобно. КОНЕЦ Новое поколение Ford Ranger комплектуется тремя моторами. Это 2,2 литровые дизели мощностью 130 и 160 лошадиных сил. И дизельный мотор объемом 3,2 литра мощностью 200 лошадиных сил. Моторы объемом 2,2 литра по сравнению с моторами предыдущего поколения стали, соответственно, на 5 и на 10 лошадиных сил мощнее. Но при том, что у них увеличилась мощность, у них уменьшилось потребление топлива. Примерно на 17%. Если говорить в конкретных цифрах, то раньше среднее потребление топлива было в районе 8 литров, теперь в районе 6. Новый Ford Ranger может буксировать прицеп массой 3,5 тонны, причем у него есть система стабилизации прицепа. Грузоподъемность автомобиля 1250 кг. Но самое главное, что этот автомобиль еще можно использовать и как внедорожник. Он может преодолевать брод глубиной 80 см, а дорожный просвет у нового Ford Ranger 230 мм. Привод передний и полный, коробки передач 6-ступенчатые, механическая или автоматическая на выбор. Мы сейчас в карьере находимся в горах. И здесь мы покажем, а точнее сначала нам покажут, а потом мы попробуем сами проверить, как Ford Ranger проходит всяческие внедорожные препятствия и ездит по такому бытовому бездорожью карьерному, где наверняка придется ездить его будущим владельцам, фермерам или же тем, кто занимается коммерческой деятельностью. А может быть и просто джипером, потому что Ford Ranger, как я уже говорил, может преодолеть брод глубиной 80 см, а дорожный просвет у него 230 мм. Тут рассказывают, что на отдельных участках некоторые пассажиры кричали, мама, я туда не поеду. Ого, вот тут водяной ров. Вот это да. Сейчас мы туда тоже опустимся. Ничего себе. Как я уже говорил, новый Ford Ranger может преодолевать брод глубиной 80 см. Ого! Преодоление водной преграды. Ого! Ого! Вот мы сейчас будем ехать вон туда. Поэтому для того, чтобы там нормально нам проехать, мы делаем вот что, мы активируем, вот здесь у нас есть кнопочка система спуска с холма, мы ее нажали, потом вот здесь на руле мы сделаем, вот она, вот она на приборной, сейчас мы ее нажали, вот здесь показывается, мы делаем ОК на приборной панели на руле, вот эту кнопочку и поехали. Ничего не видно, страшно. Хорошо, что там стоит внизу человек, который нам показывает, куда ехать. А я все равно не могу опустить ногу от тормоза, потому что мне страшно, я боюсь. И вот, оказалось все так просто. Я никакой не джипер, а мы вот такую вот речку форсируем. Элементарно, причем элементарно. Теперь уже эту систему, я думаю, тут надо отключить. Мы ее отключаем. И дальше просто едем на полном приводе. Ну вот, это препятствие мы с успехом преодолели. Сейчас у нас будет еще парочку таких же. Хочу обратить внимание, что едут не специально обученные инструкторы, а люди, которые только вчера, первый раз, сели за руль Форда Рейнджер. И вот, я думаю, что это не специально обучение. Ну вот, мы теперь тоже за рулем Нового Форда Рейнджера Как я уже говорил Тут едут не специально обученные инструкторы Это пищит парктроник Который показывает, что очень близко мы к земле наклонились Да, едут не специально обученные инструкторы А люди, которые только вчера сели за руль Форда Рейнджер Это говорит о том, что автомобиль такого уровня Что управлять им не сложно И в принципе он сам все за тебя делает Самое главное не ловить ворон Смотреть, куда ты едешь И все будет отлично Вот, видите какая Какой горбик Сейчас мы через него очень легко даже проедем Опа! Никаких проблем для Рейнджера нету Я всего-навсего Вот здесь есть рычажок 4H Я всего-навсего подключил полный привод И здесь есть еще Пониженная передача Но она пока нам не нужна Ну а теперь пришла пора Рассказать о том Чего вы не узнаете Из официальных релизов Автомобильных производителей Конечно, дизельный мотор у Форда Рейнджер отличный Тот мотор, который имеет 2 литра И мощность 160 лошадиных сил Это фактически идеальный вариант Потому что он тяговитый Эластичный Но на низких оборотах Его тяги не всегда, к сожалению, хватает Кроме того Слышно, что это дизельный мотор И, конечно, шумоизоляцию моторного отсека Вполне можно было бы усилить Вот, можете обратить внимание Мы ехали по трассе почти 170 км в час Мы ехали по горным серпантинам Видите, какой у нас получился Расход топлива средний 6,2 литра на 100 км Практически столько, сколько обещает производитель Подписывайтесь на мой видеоблог Читайте мои тесты на автоконсалтинге И слушайте мою программу Стель Магдас Авто на Радио Вести